Виловор в белом. В городе объявился новый джентльмен удачи. На его счету до трех угонов в сутки. Поймать вора пытаются не только полицейские, но и горожане. Всю собранную информацию с видеокамер пострадавшие выкладывают на специальном сайте. Судя по данным, виловор не боится света дня и более того, на каждое дело выходит в белой одежде. Ирина Шитько подробнее. Сейчас паркую велосипед. И проходит три минуты. То есть 51 минуту он уже уезжает. Угнать за 60 секунд для этого виловора похожи сущие пустяки. На этих кадрах он показывает настоящие чудеса. Уводит железного коня под носом у хозяев. Артур одна из его новых жертв. Любимого байка горожанин лишился, не успев зайти на работу. На полицию, говорит, надежды нет. Поэтому розыском преступника он занялся самостоятельно. Создал сайт, загрузил видеоматериалы и тут же ахнул от того, сколько у него товарищей по несчастью. У нас начало сайт появился только с одним видеороликом, с моим. И, честно говоря, я не надеялся, что этот человек настолько популярен. Скажем так, ниточка развернулась и буквально на следующий день я уже нашел второй случай. Оказалось, от рук похожего угонщика пострадало как минимум с десяток велосипедистов. Виловора горожане начали узнавать и по почерку, и по походке. Его отличительные черты – лысина, рюкзак и безграничная наглость. Взять хотя бы случай с Артуром. На темное дело веловор явно шел подготовленным. Задний двор университета знал, как свои пять пальцев. Уверенно подошел к месту, где Артур оставил велосипед, перекусил замок и угнал байк прямо под объективом камеры видеонаблюдения. Также велократ засветился еще на десятки видео. В этот закрытый двор на машиностроителей он пришел ранним утром. Байк сына Марина не уберегли ни забор, ни охрана. Остался лишь перекушенный замок. Насколько я знаю, таким образом уехало порядка четырех велосипедов, трех или четырех в ту ночь. Больше всего меня поражает, по данному факту, то, что насколько циничен любитель велоспорта данный, потому что он не мог ни знать, ни видеть, что по всему периметру нашего дома стоят видеокамеры. Эти съемки пополнили послужной список веловора на новом сайте. Новые кадры попали и в руки полицейских, которые уже завели уголовное дело. По данному факту, службой дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кражи. Максимальное наказание за подобное преступление составляет до двух лет лишения свободы. Только вот найти байки, говорят сыщики со стажем, увы, будет непросто. Сейчас в городах пик велокраши. В этом году их стало больше в полтора раза. Причина – курс валют. Велосипеды нынче на вес золота. Охотники стали более подготовленными. Преступники в последнее время передвигаются на велосипедах, перекусывают. Росоподельник забирает велосипед, который остался без защиты. Очень сложно поймать, потому что они очень мобильны. В розыске положительный исход всегда случайен. Это работа на удачу. Но Артур в успехе не сомневается. За неделю работы сайта он собрал на обидчика настоящее досье. С фотографиями во всех позах и ракурсах. Материалы он регулярно относит в полицию. Но новый велик от греха подальше паркует прямо в кабинете. Ирина Шицко, Антон Лимонов. Главные новости Екатеринбурга.